Доброе утро, друзья! В этой серии мы поедем на Кизиной Ам. Сейчас мы находимся недалеко от города Будённовск. И хочу сказать, что спали мы сегодня просто как убитые. Не смотрел прошлую серию. Бегли мы в 9 часов вечера, проснулись в 8.30 или в 8, насколько. Не знаю. Но мы уснули не в 9, а в 10 примерно. Вы в телефоне еще посидели. Где-то в 10 мы уснули, проснулись ближе к 9 утра. В 11 часов проспали. Я-то думал, вообще в 6 утра проснемся и поедем на Кизиной Ам. Будем там в районе 12 дня. Еще надо будет обязательно куда-то заехать покушать. Это прям важно. Я думаю, может быть, сам Грозный. Погода прекрасная. Покажи. У меня машина пишет 21 грамм сейчас. При этом 9 утра. Сейчас в очках нарочно записываюсь, потому что только недавно встал. Лицо еще не выпрямилось, поэтому как-то так. Ну и надо будет еще нас, знаешь чего? Голову помыть где-то на обочине, потому что тепло. С удовольствием. Ой. Ладно, сейчас немножечко в себя придем и пободрее будем записывать. Потому что, говорю, буквально 15 минут назад встал я. Радует все-таки меня. Позитив какой-то придает, когда на улице вот такая прекрасная погода. И солнышко светит. Прямо на улице вот я руку усову, мы едем. Нету холодного воздуха. Прямо теплый. Очень, очень. А я без очков, но у меня точно так и с глазами сейчас проблемы. Да ладно. А покажи. У тебя они более выпрямленные. Зевотик болит. Зевотик болит? Кушать надо. Кусать? Слушай, ну тут может быть и есть кафе, конечно, по обочине. Ну я думаю в Грозном, там очень вкусно. У нас есть, если что, перекусить. Сколько до Грозного ехать? Это такие драмы. Около 4 часов. А, ну нормально. Потерпим. Тогда можно детское питание. Да. И еще важные детали. Я сейчас заправился на 2237 рублей. У меня полный бак. Красота. Еще один блогер. Привет. Ребят, ну мы все так же по Ставропольскому краю едем. Это у нас Курский район. Я думаю, что в течение, там, 15-20 минут мы уже будем искать место, где я помыть голову. Улыться хочу. Потому что здесь обочина не очень широкая. Но кто-то подумает, что мы, конечно, варвары. Что за прет? Спидим в машине, моете голову на обочине. Но, не знаю, мне так нравится. Вот это как-то романтично, что ли. Ну в плане дорожной романтики, конечно. Вот. Ты все равно прикольные ощущения испытываешь. Поэтому нас это вообще не парит. Мы же и в крайности не уходим. Мы не живем в палатке где-нибудь в лесу и кайфуем от этого. Мы все-таки будем жить в отеле, нормально мыться. Просто это дорога. Мы не можем устоять мимо этих красивых полей. Сейчас пойдем зафоткаемся. Вон у меня на горизонте желтенькая. Ты только дорогу аккуратнее переходи. Телефон еще возьми. Я не брал. А че че бери, да? Так, потихоньку переходим. Потому что здесь трасса. Вот у нас в той стороне Молдок. Так, а мы идем сюда. Порванная резина. Естественно, оставленная на обочине. Красивая у меня такая. Ну че, пошли. Видишь норки. Че за норки? Это не змеи же? Не знаю. Крапины верно. Наверное. Так, ну ладно. Пошли. Ну давай, заползай. Так ты со мной на месте фоткаешься. Не, я тебя только сфоткаю. Я не хочу их давить. Я не хочу их давить. Блин, блин, блин. Я так подавлю. Ну чуть-чуть. Чуть-чуть подавишь. Блин, Андрей, сейчас я буду в этих цветах. Они мне какое-то пыльцо дают. А, штаны желтые будут. Давай телефон. А что телефон на месте будем фоткаться? Ну самоделки, на. Камешки ставят. А ты успеешь добежать, чтобы фотку-то сделать? Да. Ну давай. Блин, обалденно вообще. Прям лето-лето. На улице тепло. 22 градуса уже. Вообще кайфули. Ты кого-то прям писаешь. Все? Го? Го. Андрей, без шампуня остался? Моим помоешь, если что. Вот так вот. Единолично все. Блин, да я его брала. Ну, видимо, нет. Люди со стороны, конечно, офигеют. Но нам надо помыть голову. Чтобы мы в Грозный приехали. Частинки. Довольные. Ну что, ты готова к новому экспириенсу в своей жизни? Надеюсь. Воду бери. А только на саду возьми, пожалуйста. Ой, у тебя тут штаны чуть не выпали. Оп. Я думаю, нам полторашечки хватит. Вот так вот. Ну пожалуйста, вот сюда. Сейчас заодно освежимся. Вот так вот, ребятки. И все. Не смотрим на то, что люди могут подумать, что вы долбанутые. Полежь водой, пожалуйста. Конечно. Пенка. Чем? А его смывать надо? Да. Окей, тогда бутылку не убираю. Ну все, в принципе, все показал. Немножко это странно, конечно. Ну ладно. Ну как ощущения? Чувствуешь свежесть? На улице так жарко, прям душно. Мне нравится то, что... Свежесть, да, я чувствую. Мне нравится то, что на улице тепло для этого. Если было прохладно, я вообще с ума сошла. Я за пять минут высох. Единственное, у меня прическа хорошего мальчика. Ну, Катя чуть подольше это время занимает. Кандей мы вырубили, понятно. Потому что с мокрой головой так сидеть не очень. Прилег, ну. Да. А, ну и на КПП сейчас поедем. Не знаю, будут нас сейчас останавливать или нет. Надеюсь, нет. Потому что это долго все равно. 10-15 минут. Да? Немножко надо прикрыться. В топе тут не очень ходят. Нас тормознули. Катю проверили. С ней все хорошо. Так что можно легально с тобой ездить, кататься. Так, мне не первый раз проверяют. Второй, по-моему. Да? Да, второй раз. И первый раз, когда мне проверяли, у меня в твоей куртке, я надела эту куртку, Андрей, оказался нож. Так мы и рассказывали об этом. Я так испугалась. Я говорю, выкачьте все металлические предметы из карманов. Я по привычке засула руки в карманы. Я понимаю, что, Андрея, нож. Че мне делать? Пошла снимать. Ну, не снимать, а убирать нож в машину. Угу. Че ты меня снимаешь? По-моему, ты снимаешь меня слишком низко. У меня сердце ёкнуло. Жесть, это что такое было? Ой, как будто просто вниз полетели. Ну, Чечня нас встречает невероятной красотой. Все зеленое. Очень красиво, ребят. Просто невероятно. С погодой очень повезло. А я что вообще остановился и вылез? Я сейчас буду отирать вот эти какашки от насекомых, потому что невозможно снимать видосики. Иногда фокус на эти какашки идет. Ага, спасибо, ассистент Екатерина. И видосик получается херня. Ну, тут даже объяснять нечего. Смотри, сколько тут всяких бабочек. Там бабочка застряла. Да и не одна. Жесть. Выглядит это противно. Вот. Это я вся буду... О, мне побибикули. Все это буду сейчас очищать. Обычной водой, кстати. Если что, не требуется каких-то специальных средств. Просто побольше намочили и посильнее потерли. И все. Я уже раз семь был в Чечне, но через Горогорск никогда не проезжал. Тут так красиво, ребят. Вообще пейзаж невероятный. Сейчас вам все покажу. Приблизим немножко. Катюх, побежали. Так, я надеюсь, вы не будете перебегать. Мотор. Так тихо сказал. Как будто нас подслушивают. В общем, мы все переиграли. И решили, что сегодня за ночью им в Грозном. Возьмем гостиницу, где мы уже жили. Забыл ее название. Сейчас по карте буду смотреть. А завтра уже поедем мимо Кизин-Моэма. Через Бодли в Дагестан. Как раз, ну так скажем, отдохнем. Провадки поспим. На остальные еще помоемся. Нормально отдохнем. Может быть, я даже материалы сегодня поскидываю. Еще чуть-чуть помонтирую первую серию. Ну и завтра классная погода тоже. Поэтому мы ничего не теряем. А сегодня погуляем по Грозному. Поддерживаешь? Поддерживаю. Ну все. Блин, природа, конечно, невероятная. Все зеленое. Прям глаз режет. Как будто не по-настоящему все с нами происходит. Мама сказала, в Москве там чуть ли не снег, да? Да. А здесь у нас 24 градуса. Сейчас машина показывает. И солнышко. Поля очень красивые. Про это расскажешь? Что там случилось, пока мы фоткались? Да, я оставлю, правда. И чувак, который сзади ехал. Я не знаю, то ли он на Катю засмотрелся, то ли еще что-то. Короче, он в поворот не вписался и врезался в этот металлическое ограждение. Ну я подъехал, потом говорю, что случилось? Он говорит, зазевался. Ну мне кажется, он на тебя засмотрелся. У него фара там отвалилась, бампер немного. Да, нет, все в порядке, все в порядке. Ничего там такого. Причем он вроде в поворот входил. Потом начал что-то вот так вот вилять. Потом он вилять. Его на камнях занесло. И в итоге он в ограждении металлическое. А я только-только телефон поставила на этот... На машину поставила телефон, там подперла бутылкой. И слышу вот этот звук. Вот это вот, как он трется колеса. Мы не виноваты, мы на обочине стояли, все в порядке. Да, да, да. Не на дороге, на обочине. Да, я прям вообще... Дорога пустая была. Не знаю, что это было. Но он, говорю, сказал, я зазевался. Я говорю, помощь нужна? Нет, нет, я все в порядке. А он только радостно, счастливый, типа, влетел. Ему все равно. Вот, да, все нормально, все хорошо. Вот такое происшествие. У всех не расстроился. Нашли еще классную точку. Здесь высота над уровнем моря 450 метров. Сейчас выползем и покажем все. Возможно, кому-то задолбало смотреть эти виды. Но нам красиво. А Катя тем более. Кать, Катюш. А я хотел, может, он туда поднимется, наверх? А то ты закроешь, конечно. Я не буду закрывать. Я никому не нужен. Вот сейчас мы вот там спускались, вот так. Тут прям видок сейчас вообще крутой был. Давай вот туда. Немножечко вверх. Может быть, здесь? Давай. Ой, я по траве что-то глубокой не хочу. Ну ладно, давай. Все, я почти добежал. Смотрите. Вот это панорамка. Ну скажите, как красиво, а? Вообще. Просто невероятно. Катя побежала дальше. Вот это цветочки красивые. Вот вам все. Зелененькое, красивенькое, фиолетовое. Так, надо поближе еще. Вот так вот. Будет прям совсем хорошо. Просто обалденная дорога. Вот в следующий раз в Чечню буду именно по ней ехать. Мне даже отчасти напоминает дорогу, когда едешь из Тбилиси в Азербайджан. То есть там тоже такая холмистая местность. Единственное, там все загажено. Вот, но очень схожий рельеф. Катя там тоже что-то ходит, болтает. Блогер. Я думаю, у нее когда-нибудь тоже свой канал появится. Ну и моя красотка, которая нас возит по этим красивущим местам. Мне еще нравится, когда машина встает на какой-то склон, то она автоматом включает паркинг. Вот красный значочек. Это удобно. Ну а так в целом, в общем и целом, нам до Грозного осталось всего 36 километров. 30 минут. Дальше мы, как и говорили, покушаем. Ну и погуляем, наверное, по центру. Я думаю, там сейчас замечательно все. У Кати творческий процесс. Она когда снимает видосики в Телегу, то не может остановиться. Надо обязательно выгрузить. Но это неплохо. Мне нравится то, что ты в этом плане идешь к цели, не откладываешь на потом. Ну и так во всем. Кстати, Катя делает. В плане уборки, готовки. Все, если взялась, пока не доделать. Бесполезно что-то делать. То есть невозможно ничем перебить это. Даже если там, не знаю, сказать. Поехали купим новую машину. Она все равно будет готовить, пока не доделает. Доделаю, потом купим. Я снимаю. Снимаю. Ты закрую? Сейчас я еще джинсовку возьму и пойдем. Все, мы в Грозный. Да. Приехали в ПЦ. На подземную парковку. И бесплатно. Мне это вообще нравится. Бесплатно не потому, что она сама по себе бесплатная, как я поняла, а потому что здесь не работает этот терминал, который на входе. В прошлый раз он, кстати, тоже не работает. Ну, пока что бесплатно, значит. Пока его не почините. Причем это Новый год был. Ты с собой взяла витамины? Да, взяла. Взяла. Сейчас мы будем кушаться. Кушаться. Все. Здесь же норм ходить с камерой, да? Ничего не скажешь? Да нет, главное других не снимай. Или разрешение спрашивай. Да я никого снимать не собираюсь, кроме нас. Но если кто-то в кадр попадет, я с утяга. С утяга. Извините. Здесь вход прям вот с парковки в торговый центр удобно, да? Крутяга. Ну, это не новая фигня, а много-то не устроено. Все, я хочу ездить и не хочу ничего записывать, пока не поем. Сколько? Еще час ждать неохота. Короче, ресторан не работает после четырех, из-за священного месяца. Я надеюсь, кофешка-то на третьем этаже работает? Я тоже надеюсь, сейчас посмотрю. Слава богу, на третьем этаже все работает. Зашли в лаваш, такое заведение взяли, качапури по-аджарски, я пиццу, Катюша еще Цезарь салат взяла, и, может быть, я потом что-нибудь сладенькое возьму. Ты помнишь, да? Мы жили здесь. Да. Вообще погода просто лето. Ну, мы же тут не снимали влоги, да? Мы просто приехали без видео. Не, мы что-то снимали немножечко. По-моему, я это просто выкладывала себе в Инстаграм, какие-то истории, но как влоги мы не снимали. Влоги мы начали на спестрелить. А, точно, мне же лень было. Да, в тот момент я еще не был готов к видосу. Ну вот, сейчас немножко в Грозном поснимаю. Ах да, самое главное, чуть не забыл. За еду отдал 1132 рубля. И надо будет еще потом заплатить за отель. И что-то в номер, наверное, возьмем, да? Нет. А я все время так щурюсь, потому что мне светло. Вроде солнце не светит, но не знаю. Ты думаешь, женские очки это ок? Ок. Нормально, теперь не щируешься? Теперь нет. Вот тебе они очень идут. И волосы чистые. Хорошо. Стремно было? Вообще вот так вот. Что, обвалу мыть? Ага. Да нет, просто сначала голова не привыкла, она нагрелась от солнышка, потом ты холодной водой полил, да. Так, ладно. Ну нормально, свежо потом было, классно. Погода позволяет. Не, нас видно, да. С нюху поближе. Да. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Идет и шалка. Я, честно, не ожидал, что она будет такая некраска. Что? То есть я себе взяла хачапури, ты взял с лепицкой? Ну если чего, угощайся. Ты уверен? Блин, ну это жесть. Я вообще не ожидал. На картинке, я думал, она маленькая такая. Просто смотрите, моя еда. Вот по сравнению с айфоном. Да. Моя еда. Еда Андрея. Тю-тю! Пока ты. Приятного аппетита. Спасибо. Я бы еще руки где-нибудь, так сказать, с полосной. Хоть бы салфетки попрощил. Ну что там, теплая вода в колонке. Кого это сказать? В общем, на входе в торговый центр, такая крутилка. Обычно она, ну мы привыкли, что она автоматическая, она сама крутится, и надо просто проходить. Здесь, оказывается, нужно ее толкать руками. И мы идем, думаем, что она затормозила, что она не движется. И заходят люди такие, типа, на нас смотрят, мочи пупы, толкают дверь руками. В общем, мы тупунули. Я смеюся. Да, я смеюся. Да, я не привыкла, что она автоматически крутится. А тут ее стою, думаю, сломалось. А мы были с женщиной, и она за нас все делала. Да, да, да. Круто? Там женщина, типа, рукой на нас смотрит, и рукой вот так вот ее толкает. А я не понимаю, почему она не двигается. Очень смешно было. И до меня дошло, когда мы уже вышли из этой крутилки. Ну все, это настоящая. Настоящая. Мы уже так, это, отвыкли от деления, что сейчас трогаем дерево, такие, оно настоящее. Ну да, будто мы настояли. Будто, как бы, да, настоящие деревья. Ну, а оказывается, мозг верит, потому что буквально позавчера мы были в Москве. Ну, пошли, гуляй. Мне очень жарко. Мотор. А я вообще себя не вижу за твоим углом. А, понятно, он выезжает. В общем, смотрите, какие у нас планы. Изначально хотели по Грозному погулять, потом подумали, блин, световой день, что бы не прогуляться, если ездить в горы. И сейчас мы управляемся в сторону Дункали. Сейчас поиграем в игру. Как оно, правильно, называется? Я не знаю название. Ну, короче, липучки. Мячик кидаешь, ловишь. Вот. Ну и заодно на горы посмотрим. Там очень красиво. Я, правда, был уже раза четыре. Но мне все равно нравится. Мы вместе туда ездили? Да, да, ездили. Ездили, ездили. Это где я поднимался и снимал на фишай с айфона. Я поднимаюсь, да. Я вспомнила. Там очень красиво, но мы там были, когда еще на горах снег лежат. Да, а сейчас все зеленое, поэтому интересно будет скататься, посмотреть. Тут вообще, ну, серьезно, тут прям лето, ребята. Ну, покажем вперед. Все горы зеленые. Не видим шапок таких за снеги. А приедем, когда, может быть, и выползем, да? Покажем мечеть ночную. Или, может быть, из окна ее вообще там очень хорошо видно. И в целом печальный грозный. Ты говорил, что мы остановимся в этом? А, там в отеле Грозный Сити Хотел, в котором мы в прошлый раз были. Да, он называется Грозный Сити Хотел. Там нет номеров. Поэтому взял просто в Грозном Сити. Дороже, конечно. Ах, да, минус 6600. Запоминайте. Еще траты. Поэтому там сегодня ночку переночуем. Отдохнем, помоемся, потупим. Может быть, серийку смонтируем. Ну, как пойдет. Может быть, лень будет. Красота, а? Ну, прям вообще все по-другому. Когда приезжаешь, да, считай, в летнее время. Тут и реки такие полноводные. Вот Аргун. Не знаю, будет видно с моста. Потому что мы зимой ехали. Там прям ручеек такой тонюсенький был. Прям как лужица. А сейчас, ну вот, да, все тает. Видишь, да, прям полноводное. И быстро. Видно это? А, ну видно. Вот так, пожалуйста. И как раз она, видишь, какая грязная. А то, что течение очень быстро. Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok